Телеканал КРТ представляет Один твитт Дональда Федоровича о переговорах лидеров России и Саудовской Аравии, а также о предстоящем сокращении добычи, цитата, Только что побеседовал с моим другом Мухаммедом бен Салманом Аль Саудом, наследным принцем Саудовской Аравии, который поговорил с президентом России Путиным, и я ожидаю и надеюсь, что они будут сокращать примерно на 10 миллионов баррелей, возможно, значительно сильнее. Может быть, даже до 15 миллионов баррелей. Хорошие, замечательные новости для всех. Конец цитаты. И стоимость июньских фьючерсов нефти Брэнд мгновенно подскочила почти на 47%. Правда, потом произошла существенная корректировка цены, но все равно рост был впечатляющий. Самое интересное, что Кремль опроверг переговоры Путина с бен Салманом, но это не отбросило цены вниз. Более того, даже после того, как стало известно, что запланированная на 6 апреля встреча в формате ОПЕК+, не состоялась, биржевые цены не рухнули к исходным глубинам, а даже медленно поползли вверх. Дело в том, что инсайдеры убеждают, сделка состоится, слишком многое и для слишком многих поставлено на карту в условиях резкого падения спроса на нефть в условиях пандемии. Так, согласно информации Reuters, на будущем заседании участники ОПЕК+, скорее всего, смогут договориться о сокращении добычи нефти, если на это пойдут и Соединенные Штаты. Главное расхождение между Россией и странами ОПЕК во главе с Саудовской Аравией – от какого уровня добычи отсчитывать сокращение – от мартовского или апрельского? Дело в том, что Москва, в отличие от Эр-Риада и других членов ОПЕК, не наращивала добычу в апреле, а потому ей де-факто предлагают самое большое сокращение. В то же время и Саудовская Аравия, и Россия настаивают на сокращении нефтедобычи Соединенными Штатами, а также крупными нефтяными государствами, не входящими в ОПЕК+, в первую очередь Бразилией и Канадой. В целом, изначальная позиция Вашингтона добрым словом и угрозой санкций можно добиться намного большего, чем одним только добрым словом. Так президент Трамп пригрозил ввести пошлины на российскую и саудовскую нефть, если цены останутся на нынешнем уровне. Цитата. «Если они не договорятся, я веду пошлины, очень существенные пошлины». Конец цитаты. Однако эта угроза осталась пока без реального наполнения. А вот два сенатора-республиканца, Кевин Крамер и Дэн Салливан, внесли законопроект, согласно которому, если Эрриат не сократит добычу нефти, то Вашингтон выведет из Королевства войска и системы ПВО. Согласно информации Reuters, получив поддержку всех республиканцев, представляющих в Верхней Палате нефтеносные районы, Крамер и Салливан планируют в ближайшую субботу, 11 апреля, прибыть в Эрриат для переговоров с официальными лицами Саудовской Аравии, больше напоминающими обсуждение ультиматума. При этом американские законодатели надеются, что сделка в формате ОПЕК-плюс произойдет до их визита. Что касается возможности сокращения Соединенными Штатами синхронно с ОПЕК-плюс добычи нефти, то Дональд Трамп не отверг эту возможность, хотя и высказался уклончиво на пресс-конференции в Белом доме. Цитата. «Это решение, которое мы должны принять. Может, мы примем его, может и нет». Конец цитаты. При этом глава Белого дома отметил, что пока к нему не обращались с такой просьбой, и он полагает, что добыча сократится автоматически, поскольку на рынке просто нет спроса. Пока же можно констатировать следующее. Владимир Путин дал принципиальное согласие на сокращение России объемов добычи нефти на совещание о ситуации на глобальных энергетических рынках 3 апреля. Дональд Трамп в год выборов не может не считаться с проблемами нефтяной отрасли, тем более, что нефтяники и сланцевики являются крупными донорами республиканской партии. Тем более, что по информации The National Interest, одна из крупнейших сланцевых компаний США, Вайтинг Петролиум, 1 апреля начала процедуру банкротства. Издание указывает, что сегодня многие производители в этой области вынуждены расплачиваться по кредитам на фоне войны в области нефти, которую ведут между собой крупнейшие мировые производители энергоресурсов. Ну, а наследный принц Мухаммед бен Салман не готов терять столь могущественного и при этом чуть ли не единственного стратегического союзника, как Дональд Трамп. Вот и саудовская пресса резко сменила боевой тон на примирительный. Международное издание Аш-Шарх-Аль-Аусад, принадлежащее членам саудовской королевской семьи, вечером 7 апреля поместило статью «Саммит ОПЕК-плюс дает шанс мировым игрокам создать новый нефтяной картель». В статье прямо указывает, цитата, «Экономические аналитики считают крайне важной встречу ОПЕК-плюс и других производителей нефти, провести которую в четверг 9 апреля предложила Саудовская Аравия. Это большая и редкая возможность, которая требует от Вашингтона и Москвы высокого уровня сотрудничества с Эрриадом по созданию нового картеля для контроля над глобальными энергетическими рынками». Ну а популярная ежедневная саудовская газета «ОКАЗ» в материале «Цена на нефть напрямую зависит от решений Эрриада» утверждает, что «Сокращение добычи нефти на 10 миллионов баррелей служит в первую очередь интересам Саудовской Аравии и даст ей больше, чем ранее отвергнутая России соглашение». Конец цитат. Более подробно и более профессионально мы обсудим проблемы рынка нефти с Борисом Марцинкевичем, экспертом в сфере энергетики, ведущим автором сайта «Геоэнергетика». Добрый вечер, Борис. Добрый вечер. Первый вопрос, возможно, наивный. Саудовская нефтедобывающая компания «Арамка» на фоне экономического кризиса существенно сократила свои капитальные расходы. Как она может так быстро и резко нарастить добычу? Не блефовал ли «Эрриад»? Ну, информацию о том, что у них происходит действительно в нефтяном секторе, сейчас получить достаточно сложно. Не самая открытая страна. И пока, кроме того, что она продекларировала увеличение чуть ли не на 4 миллиона баррелей в сутки добычу, никаких подтверждений об этом нет. Был разовый, была разовая отправка, по-моему, 15 танкеров разом, но неизвестно, куда они, собственно говоря, отправились. То ли на европейский рынок, то ли в Юго-Восточную Азию, сказать сложно. То есть пока из независимых источников, неангажированных, так скажем, о том, что действительно происходит в Саудовской Аравии, понять очень сложно. Как известно, Дональд Трамп весьма резко высказался относительно ОПЕК, назвав ее незаконной структурой. С точки зрения американского антимонопольного законодательства, в основе которого лежит акт Шермана 1890 года, теоретически президент США прав. Однако, с другой стороны, именно картельный характер ОПЕК и ОПЕК-плюс позволял поддерживать цены на нефть на уровне, приемлемом для американских нефтянников и особенно сланцевиков. Но главный вопрос, возможно ли ограничение добычи нефти в Соединенных Штатах, где на рынке нефтедобычи действует большое количество частных компаний, в отличие от большинства других стран, где нефтяные компании либо государственные, либо под значительным государственным контролем? Вот эта история о чрезвычайной либеральности американской экономики, она, конечно, такая известная сказка, устойчивый миф. Если говорить о регионах добычи нефти в США, то это, прежде всего, Техас, в котором добыча по итогам 19% порядка 5,5 миллионов баррелей в сутки, то есть чуть меньше половины того, что добывают Соединенные Штаты. Там регуляторы есть, внутри штатовские, то есть внутри штата Техас, управление железной дороги. Как ни странно, название есть, оно вроде бы как с нефтью не связано, но связано с теми временами, когда не хватало нефтепроводов, и основная масса перевозки нефти существовала с железной дорогой. У него такие возможности есть. Если говорить о том, ну, было бы желание, можно, конечно, кивать на антимонопольные акты и прочее, а можно присмотреться к тому, на основании чего выдана лицензия, соблюдаются ли природоохранные меры, нет ли необходимости дополнительно усилить защиту экологии, в связи с чем, конечно, необходимо прервать действия лицензии. Говорить о том, что Соединенные Штаты являются приверженцами свободного рынка и прочие красивые слова, когда они на протяжении уже последних нескольких лет только тем и занимаются, что будет, то, что мы называем санкциями, но это для красоты и для простоты. На самом деле, санкции имеют право применять на этой планете только Совет Безопасности ООО. А то, что предпринимают Соединенные Штаты и группа товарищей им сочувствующих, это называется односторонние дискриминационные меры. Никакого отношения к рынку они не имеют, никакого отношения к международному праву они не имеют. То есть работать вне доктрины либеральной экономики, вне свободного рынка и прочего, Соединенные Штаты умеют просто великолепно. Было бы желание приостановить, сократить, тем более, что не дальше, как вчера, по-моему, ну или сегодня, утром, с учетом разницы своего времени, в Управлении информации при Министерстве энергетики США свой прогноз до конца года опубликовал. Они считают, что вне зависимости от всех этих ОПЕК+, ОПЕК++, они ожидают к концу года сокращение добычи на территории Соединенных Штатов на 1,6 миллиона баррелей в день, без всяких дополнительных мер. Это их оценка, это не кремлевская пропаганда, и не Киселев сказал более, чем серьезную организацию. То есть ситуация, вероятнее всего, в сланцевой нефти, они там полной расшифровки не дали, кто будет сокращаться, но такая у них оценка того, что происходит у них внутри США. Задам еще важный вопрос. Любая новая сделка, ОПЕК+, или ОПЕК-2+, как сейчас говорят, имеет смысл, если мировая экономика уже в ближайшее время начнет выходить из карантина, увеличивая потребление нефти? Участники потенциального соглашения в апреле предполагают окончание карантина основных экономик мира с начала или середины мая? Если исходить из той информации, которую время от времени дает Азербайджан, насколько я понимаю, Министерство энергетики Азербайджана сейчас назначено организатором этой конференции, видеоконференции, как они ее правильно называют, предполагается, что соглашение, если оно будет достигнуто, будет действовать в течение трех месяцев. То есть на самом деле происходит приблизительно то, что предлагал министр энергетики Новак на последней встрече 6 марта, не торопиться, внимательно следить за тем, какое действие оказывает тогда еще пандемия, теперь уже, нет, тогда еще эпидемия в Китае, сейчас тоже всемирная пандемия по меркам воздуха, на три месяца, очевидно, для того, чтобы спокойно посмотреть, что были с коидом. Выйдет из него мир, весь выйдет, не весь выйдет. Нет желания какое-то глобальное соглашение на несколько лет вперед подписывать. То есть на три месяца потом оценить развитие ситуации, назначать следующие либо технические встречи, либо еще как-то. И последний вопрос. Потенциальное вторжение американских войск в Венесуэлу имеет целый ряд измерений. Отдайте, пожалуйста, оценку нефтяной составляющей. Насколько контроль над боливарианской нефтью может стать ценным призом для Вашингтона в ближайшей перспективе? Если говорить о той нефти, которой штатам не хватает, ведь они одновременно и экспортер нефти, и импортер нефти. ВТА и та нефть, которая добывается методом гидроразрыва пласта, они ввели дополнительный сорт нефти, Бакен, так и называется, некий усыднен. Но это легкие сорта. Для того, чтобы нефтеперерабатывающие заводы работали в штатном режиме, им необходима тяжелая нефть, нефть тяжелых сортов. Вот ее приходится завозить. Определенный объем, естественно, закупается в Канаде. Тяжелая нефть там есть, все в порядке. Но логистика поставок тяжелых сортов нефти от Канады до южных регионов США достаточно затруднительна. И для самой Канады, и для Штатов. В какие деньги это вылезет, тоже непонятно. 12 крупных нефтеперерабатывающих заводов, расположенных на побережье Мексиканского залива, технологически были рассчитаны на то, что поставки будут идти венесуэльской нефти. Они немножко отличаются по химическому составу от канадской венесуэльской сорта. Соответственно, когда в 2019 году полномасштабно начали действия против Венесуэлы, те самые дискриминационные меры, эти поставки были прекращены. По химическому составу венесуэльские сорта практически один в один можно заменить таким сортом, как Иран Хэви. Этого тоже не случилось, поскольку с Ираном тоже у Соединенных Штатов достаточно замысловатое отношение. И именно после этого в три раза были в физическом исчислении увеличены поставки тяжелой нефти ЮРОС российской, поскольку она тоже подходит по химическому составу. Понятно, что контроль над венесуэльской нефтью для Соединенных Штатов это стратегическое значение имеет. Не надо забывать по доказанным запасам нефти, Венесуэла занимает первое место на планете. Понятно, что этот контроль Штатам крайне выгоден, но удастся ли это сделать чисто физически, это уже, наверное, вопросы к военным аналитикам, как себя Соединенные Штаты могут представить открытое вооруженное действие на территории Венесуэля. Попытки переворотов там, по-моему, вообще никогда не останавливаются. Я надеюсь, что и в дальнейшем с вашей помощью мы будем разбираться с традициями нефтяного рынка. Я благодарю вас за ваши комментарии. Это был Борис Марцинкевич, эксперт в сфере энергетики.